всем привет в этом видео будем добавлять звуки в наш калькулятор и так у нас сейчас есть калькулятор мы нажимаем звуки на клавиатуре но их нету эти звуки которые вы сейчас слышите это они отображаются только windows но если вы запустите на своем мобильном телефоне приложение ничего отображаться не будет вернее не будет никакого звука воспроизводиться и так что нам надо я подготовил вот такой вот звуковой файл давайте вам его включу слышите да вот такой вот звук я нашел значит 1 где можно найти звуки так и вбиваете в поиск до звук нажатия кнопки и вам выдается несколько сайтов сразу можно по первому перейти тут ну огромное количество всяких звуков до видите на разную тематику и подберете вот звуки нажатия кнопки тут также я нашел огромное количество этих звуков выберите тот звук который вам нравится и так в общем скачала этот файлик себе на рабочий стол что надо делать открываем android studio и в папке res так что у нас ошибка удаляем цифру в папке res нам надо добавить еще одну под папку скажем так нажмем правой кнопкой на папке res выбираем new выбираем directory называем ее raw это важный момент все звуки в android студии должны храниться в папке raw жмем enter папочка добавлена теперь при перетягиваем в нее наш звуковой файл так вот она перетягиваем нажмем рефактор окей тут появился вопросительный знак не обращайте на него внимание это просто значит что звук не будет воспроизводиться в андероид студии но будет воспроизводиться и там и на эмуляторе и на вашем мобильном устройстве и так что нам надо теперь сделать нам надо создать новую переменную так переменная типа media player так media player который мы так и назовем media player тут спишем с большой буквы тут с маленькой если у вас код подчеркнется красным просто импортируйте этот файл он у меня уже импортирован давайте я удалю его и покажу как надо импортировать видим до подчеркнулся красным вернее выделился наводим курсор мыши и у нас вот всплывающая подсказка жмем импорт класс и у нас этот класс добавляется так теперь что нам надо переменную объявляем вода видим в main activity вот здесь теперь нам надо этой переменной присвоить именно наш звуковой файл скажем так давайте это сделаем вот здесь пишем media player равно большой буквы media player . create и открываем вернее сами появились и закрылись круглые скобочки теперь нам надо написать ключевое слово this но это будет означать что этот звук будет воспроизводиться именно но в этом файле java да скажем так и указываем путь на наш звуковой файл р . row . и у нас есть подсказочка вот выбираем sound click так и теперь мы этой переменной присвоили наш звуковой файл теперь нам надо так а тут я разделил . запятой это конечно неправильно ставим просто запятую вот ошибка исчезла и теперь смотрите что нам делать нам надо указать когда этот звук воспроизводить мы будем его воспроизводить в методе click number для этого переходим в этот метод выбираем media player . и видим тут есть несколько методов до стоп старт пауза нам надо метод старт все теперь запускаем эмулятор и посмотрим что у нас получилось так ссылочки на сайте оставлю конечно в описании но вообще можно с этими заморачиваться переходить по всем сайтам ну и свой звук кстати этот процесс может занять очень долгое время чтобы найти именно подходящий звук тот который вам нравится и слышим да звук такой пик чем-то похож на то как в супермаркете когда вы покупаете товар что-то пикает посмотрите мы и жмем на кнопки 1234 до . звук происходит но когда мы выполняем какие-то арифметические действия например плюс ничего не происходит на равно тоже нет это потому что этот метод надо добавить и в другую часть кода и так когда мы нажмем цифру надо что был звук так вот в метод оператор то есть когда мы жмем плюс минус делить умножить надо что был звук добавляемого сюда в метод клик эквил когда мы жмем равно тоже надо чтобы у нас был звук добавляем когда мы жмем и си клик то есть сбрасываем надо что был звук когда мы нажимаем вот на процент добавляем сюда этот метод так ну и кажется все запускаем эмулятор еще раз и проверяем все это опять в нем 123 звук есть сброс звук есть 123 м плюс 7 равно умножить на 2 разделить на 3 плюс-минус жмем тоже звук есть но как вы мы как вы видите или слышите звук отображается при нажатии всех кнопок вот поэтому мы добились нужного нам результата так и как всегда показываю в конце видео полностью код но если вам нужен код переходите в телеграм-канал там я оставляю скажем так вернее копирую вот эти вот файлы там код вы можете скопировать ну или посмотреть что вам там что у вас вдруг не получилось но как всегда подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте так если я быстро прокручиваю код просто нажмите на паузу ну и посмотрите так вот и весь код файл activity main я показывать не буду мы тут не вносили никаких изменений если вам он нужен там прокрутите телеграм-канал там файл есть где-то выше на этом все всем спасибо за просмотр всем пока а а